Чем обработать капусту от гусениц? Капуста – культурное растение, которое есть на каждом огороде. Этот вкусный и полезный овощ используют для приготовления салатов и основных блюд к квашеней. Однако огородникам не всегда удается собрать хорошие урожаи из-за того, что капусту часто поражают вредители, слизни, улитки, гусеницы. Чем обработать капусту от гусениц? Базовая информация о культуре. Семейство капустных состоит из множества разновидностей. Капуста бывает кочинная. К этой подгруппе принадлежит белокочанная, краснокочанная, кочешковая, цветная. Подгруппа состоит из капусты цветной, брокколи, романеска, калераби. Растения, которые формируют на поверхности, сильно похожие на репоплод. Капуста неарепа используется для приготовления салатов. Савойская. Отличительная черта этого вида – махровая структура листьев. Из овощей готовят салаты. Горячее блюдо – пекинское. Однолетнее растение, которое представляет собой розетку листьев. Скороспелые сорта используют для приготовления салатов. Позднеспелые – для квашения и длительного хранения. Китайская. Скороспелая культура. В зависимости от характеристик сорта, может иметь форму кочина или рыхлой розетки. Применение овощей универсальное – листовое, двухлетнее растение, образующее в первой половине вегетации стебель, высотой 1,5-2,5 см. А во второй – 1,5 метра цветонос. Разделяется на плосколистную и курчеволистную. В основном используется для украшения различных блюд. Капуста делится не только на виды, но и на сорта, которые за сроком созревания бывают ранние, среднеспелые, позднеспелые. Бывают как обычные сорта, так и сорта, полученные в результате склещивания двух разновидностей. Выбирать вид следует, исходя из характеристик вида и собственных потребностей. Чем обрабатывать капусту? Совка, или как ее называют в народе, капустница откладывает личинки внутрь качанов, поэтому заметить их вовремя практически невозможно. Чтобы уберечь урожай от этих насекомых, огородники прибегают к таким действиям – высаживают в междурядьях ароматные травы, бархатцы, календулу, шалфей, укроп, петрушку. Вследствие такой хитрости бабочка не скушается обустроить жилище в столь ароматном месте – раскладывают по капустным листьям измельченную яичную скорлупу. Увидев белые кусочки, насекомое думает, что эти посадки уже заняты и летит дальше в войсках свободных растений – натягивают над грядкой сетку. Мелколечистая сетка не дает капустницам отложить на растения яйца – устанавливают возле растений промышленные самодельные ловушки. Обкручивают кочерыжку крапивой. Ползающие насекомые не могут вскарабкаться на кочан, так как боятся ожогов, проделывают вокруг капусты неглубокие канавки и заполняют их красным перцем или известью. Слизни на капусте чем обработать кочаную капусту от слизней гусениц, если вредители уже вовсю поедают любимые овощи. Для этой цели подойдут такие вещества – уксус. На 10 литров воды добавляют 2 стакана 9% жидкости или 2 стакана L – 70% уксусной эссенции. Рабочей смесью поливают кочаны листья. Использовать для борьбы с насекомыми уксус в чистом виде нельзя, так как концентрат не только убьет вредителей, но и жажет листья – нашатырь. В стандартном ведре воды разводят 50 грамм спирта, горчица – 150 грамм сухого порошка на 10 литров воды, соль. В 10 литров воды размешивают 2 стакана поваренной соли. Раствор одинаково эффективно уничтожает слизни, гусениц и улиток, но только нужно следить, чтобы каждый капустный лист был как следует обработан. В оперативном случае обработку придется повторять. Кроме вышеперечисленных способов защитить огородную культуру можно с помощью таких многокомпонентных растворов – сода и зола. Оказать помощь растениям можно простыми общедоступными средствами. К порошкам добавляют муку и щедро посыпают растение, пока не сошла роса. Можно опрыскать капусту зольным раствором, на ведро воды добавляют 2 стакана порошка и 15 города измельченного хозяйства. Именно этот народный метод огородники выбирают чаще всего, так как он невероятно прост в исполнении – настой ботвы томатов. 600-700 города стеблей заливают ведром воды и настаивают на протяжении вторых суток. Чтобы настой лучше прилип к листьям, добавляют 40 грамм мыла. Средства распрыскивают утром ясного дня. Как спасти капусту от слизней и гусениц проще всего? Капусту, у которой уже сформировались кочаны, поливают водой подогретой до температуры 40-50С. Насекомые не переносят такого горячего душа и сразу погибают. Важно! Чем раньше будут обнаружены гусеницы или кладка яиц, тем легче будет от них избавляться. Химические и биологические препараты Для обработки капусты от слизней и гусениц химия практически не используется. Это обусловлено тем, что данные вредители практически не реагируют на компоненты, входящие в большинство инсектицидов. Единственный химический элемент, который поможет избавиться от непрошенных гостей – мотальдегид. Такое вещество содержится в репарате «Гроза» мета. Обратите внимание, последнюю обработку проводят не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты уборки урожая. В зависимости от длительности вегетации конкретного сорта последнее опрыскивание позднеспелых сортов выпадает во временном интервале на август-сентябрь. Гусеница на капусте Как избавиться от прожорливых гусениц на капусте? Ядохимикат разводят соответственно с инструкцией того или иного средства. Важно! Обрабатывать капусту химическими средствами рекомендуется в защитном снаряжении. Для обработки капусты от всех видов гусениц применяют средства, в состав которых входят нематоды и бактерии. К таким препаратам относятся битоксибацелин, БТУ, липидоцид. Главное условие успешной обработки – опрыскивать нужно не только растения, но и насекомых. Методы профилактики Бороться с гусеницами и слизнями довольно тяжело. Поэтому, чтобы не портить себе нервы и не тратить время на частые обработки, которые в конце концов могут оказаться бесполезными, лучше попытаться предотвратить появление насекомых на участке. Как нужно защищать культурное растение, убрать на участке листья, ветки и любой другой органический мусор, регулярно выдергивать сорные растения. В результате такой манипуляции улучшится воздухопроницаемость, в результате чего снизится влажность, в которой так любят жить слизни. Особенно важно часто проводить раполки на огородах, расположенных возле водоемов, в углубления, проделанные вокруг капусты, засыпают. Смесь древесной золы и табачной пыли осенью, когда сбор урожая уже окончился, органические остатки сгребают в кучи, выносят вдаль. От культурных растений сжигают обрывать нижние листья. Важно! Летом, когда стоит сильная жара, после проведения полива почву нужно тщательно рыхлить, так как трещины – любимое место для поселения насекомых. Избавление от вредителей – процесс довольно хлопотный. Поэтому, чтобы вредоносной слизи непрожорливая гусеница обходили овощную грядку стороной, лучше провести все возможные профилактические действия. Пораженные прожорливыми насекомыми посадки рекомендуется обрабатывать народными средствами – раствором золы, уксуса, настоями ароматных трав. Домашние овощи должны быть полезными, поэтому использовать химикаты не рекомендуется. Субтитры создавал DimaTorzok